Более взять известный лоб, а на подаче первый номер Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но, впрочем, двор его нисколько не видит. Саид Гиреев, нашей дворней тихий сын, торговец краденовый, пламенный игрок Серега Мухин, отпускающий усы и нараспасть скромный автор этих строк. А вот противник, он нахал и скандалист, навстречу носит он то бритву, то ногам, там капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран. Известный тем, что перед властью, не дрожа, зверю-директору, он партой угрожал. И парту бросил он шестого этажа, но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя, вот наша эльба встреча в войск далеких стран, идет походкой воровскую коля-зять, навстречу руки в брюки, Левочка, ура! Вот тут как раз и начинается кино. А подливает в это блюдо остроты белого танечка, глядящее в окно внутри района кений чистой красоты. Ну что, без драки, волейбол так волейбол, Ножи оставлены до встречи роковой, И коли зять уже ужасно ставит кол, Взлетев, как щагин, над веревкой, белья его. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. Тридцать лет прошло, о боже, тридцать лет. И говорит мне о сирийце-продавеце, Конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот беда, подсел слегка, Потом опять, потом отбился от ребят. А коли зять, пошел в десантные войска, И там, по слухам, он вполне пошел в себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секрет, но и кровь, Он так усердствовал над бомбой гробовой, Что стал член-кором по фамилии Петров. А Владик коп подался в городок сетней, Где океан болеет и выпивка с утра, Где нет, конечно, ни саней, ни трудотней. Но так же нет и никола, и не двора. Да кол-то ладно, не об этом разговор, Дай Бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат, Но где найдет он старый Стретинский наш двор? Вот это жаль. Вот это правда. Очень жаль. Ну что же, каждый выбрал веру и житье, Полсотни игр у смерти выиграв подряд, И лишь майор, И лишь майор, И лишь майор десантных войск, НН Зитилов, Лежит простреленный под городом Керонки. Раздались крики «Тише!» Тише, Стретинка. Не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой, Тех, кто был втянут в этот несерьезный матч, И кто повязан с тобой веревкой, бельевой. Да уходят наши поколения, Рудименты нынешних мирах, Словно полужесткие крепления, Или радио. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну вот еще одна песня на портинецкую тему. Я тоже, кстати, рад, что у меня своё время Другой спорюшка будет. И не гостить костры до после восхождения до будущей горы. До после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд. Там только там всего, что грелит слишком крут. И слышим сердца стук, и страшен снегопад, И очень город труп, и слишком низок, а... Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, Но обещайте помнить и не гостить костры До после восхождения до будущей горы. До после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, Чего в других местах не будешь, не найдёшь. С утра подъём, с утра, и до вершины войн, Обыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, Но обещайте помнить и не гостить костры До после восхождения до будущей горы. До после восхождения до будущей горы. Марк Шейбер мне сказал, ты лучше лях, Пади в тенёк, пока спадёт погода, Здесь даже с небом сходится земля Как челюсти огромных сковородок. Здесь нет ни дождей, ни облаков, Здесь не было всемирного потопа, Восточная Европа далеко. На западе, восточная Европа, Восточная Европа далеко. На западе, восточная Европа, Бульдозера вкрызаются в песок, Он строится, как будто бы в сугробы. Ах, лучше пулю дайте мне в висок, Но землю я хочу увидеть, чтобы Дробиночка сверкает под ногой, На варежку снижается снежинка. Марк Шейбер говорит, слышь, дорогой, Я пить тебе принёс, да не спеши ты. Лежу я под машиной и дышу, И что-то совершается такое, О чём я доложить не доложу, Но что пропахло потом и тоскою, Что словно муху не спахнёшься в висках, Что зяблый в сердце, как аккорд гитарный. Марк Шейбер говорит, держись, пацан, Сейчас вертолёт прибудет санитарный. Прощайте, неумытая братва, Пустыня моря, встретимся на суше, Газопровод наш, бухара Москва, Пылает в перегретых наших душах, Гремят, как невозможные пасы, Прожектора оранжевые пятна, Восточная Европа, я твой сын, Возьми меня, пожалуйста, обратно. Прямо бегать приходится, туда-сюда, туда-сюда. Вот, ну, а ещё Юрий Ильич, конечно, больше всего, Я так думаю, больше всего любил зимний образ жизни, Поэтому следующая песня «Обхакая пропажа». Ах-х-х-х, пропажа, пропала зима, Монегранцы за ней на север. Умирают снега, воды сходят с ума, Я привез свою песню по северу. А так что до меня, это мои дону, Не дари мне ни осень, ни лето, Подари мне, февраль, три сосны под окном, Три закат, задуваемый ветром, Подари мне, февраль, три сосны под окном и закат, Задуваемый ветром. Полоса по лесам, золотая легла, Вечер в дверь скринет, как бродяга. Я тихонечко сяду, украя стола, Никому не в надежде, в тяжесть. Все глядят на тебя, я гляжу на дно, Когда лед проклывает горлетом. Мой веселый февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Мой веселый февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, Ни учет, ни крещен, ни натружен, Не похож на грозу, ни под улеское, Только детям до матери нужен. Дорогие мои, не виновны вину, Жизнь не кончена, песни не спета, А виновен февраль, три сосны под окном, И закат, задуваемый ветром. Ах, как мало я сделал на этой земле, Поклянусь хоть на Библии, хоть на кресте, Что рожден не запустите, как? Доль писания Христа на суровом холсте, Доль волшебной разыскивает камень. Ну так что же вы все провино, провино,